Всем привет! Меня зовут Ева Чехова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас подборка акватических ароматов. Это не просто одна подборка, это целых четыре выпуска на тему акватики. У нас будут женские и мужские ароматы, это будет и ниша, и более бюджетная подборка люксовых ароматов. Мы разделим этот выпуск на целых четыре части, мы это обозначим обязательно, вы это увидите. И сегодня мы начнем с женских нишевых ароматов. Подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Ну, для начала начнем говорить о том, что же такое акватические ароматы. Это те ароматы, которые определяются нотами акватической подгруппы. Это и акватические, и морской аккорды, это роса, лед и все, что касается воды и различного чистого, прозрачного, свежего или влажного звучания, как очень часто можно услышать. Конечно же, эта группа считается фантазийной подгруппой, так как ни одна из составляющих ее нот не имеет четко выраженного запаха, а также она не является источником природного сырья. Первые акватические ароматы появились в конце 80-х, начале 90-х годов, и вообще 90-е годы называют расцветом и пиком акватической парфюмерии, но появившись еще тогда, они остаются популярными по сей день. Сегменты, в которых предлагается акватическая парфюмерия, все же больше это люкс-сегмент. Ниша, хоть и предлагает подобные ароматы, но все же не так охотно, как это делает люкс, потому что считается, что акватические ароматы звучат более упрощенно, кто-то говорит даже о том, что это звучит дешево, но я, например, с этим не согласна. И ниша сейчас предлагает различные интерпретации, часто очень спорные, на тему акватики. Классическая структура акватического аромата, это несколько нот, которые будут описываться этой подгруппой, также очень часто это цитрусовый старт и либо амбровое завершение, либо это какие-то древесные ноты. Но есть и другие ароматы, и, кстати, в нишевом сегменте мы сегодня разберем ароматы, которые дополняются в том числе и цветочными нотами, фруктовыми и другими разными аккордами. Первый аромат, о котором хочется рассказать, меня он покорил буквально с первых нот своего звучания, называется он Вандерфогель от бренда 2787. Бренд 2787 это вот действительно новый бренд, он стартовал в 2016 году, что для парфюма вообще не является возрастом, всего 5 лет компании. Его создательница Роми Ковалевский, живущая в Барселоне, решила назвать собственную марку по дате своего рождения. Тем самым она говорит, что обозначила свою аудиторию, это довольно молодые люди, которые, по ее словам, незаслуженно считаются потерянным поколением. К работе над проектом были привлечены популярные парфюмеры, хитмейкеры, это Марк Бакстон, Даниэла Андрея и Шьямала Мизандьо. И вот Вандерфогель, это аромат, я уже сказала, что он меня покорил, с первых нот, вот первое, с чем вы знакомитесь, Вандерфогель в переводе с немецкого это перелетная птица, либо другое значение, это юный турист, и это лучшая ассоциация про парфюм. Это море, солнце, какая-то свобода и разнотравие, вот какой-то летний очень мягкий теплый ветерок, по крайней мере, такое ощущение. Я думаю, что это перелетным птицам очень знакомо. И, как я уже сказала, первое, с чем вы встречаетесь, когда вдыхаете этот аромат, это самая натуральная мята, которую вообще можно встретить в парфюме. Я такой, например, не встречала. Кстати, при создании использовалось натуральное эфирное масло колосистой мяты, и это совершенно не химозно, необычная, очень красивая мята. И далее, что самое интересное, к морским нотам, они есть в верхних нотах, мята, шесои, морские ноты, идет не цитрусовое дополнение, что, казалось бы, уже очень стандартно, а очень красивый, мягкий, зеленый, анисово-фенхельный комплекс. И это настолько интересно, казалось бы, ничего необычного, мята, какая-то мятная прохлада, разнотравие, но при этом постоянно рука тянется к запястью, или вот нос к блоттеру, как это невозможно описать, постоянно хочется этот аромат вдыхать. В базе находится мускусный комплекс, и этот комплекс содержит селкалит, это гордость компании Живодан, это чистейший, красивый мускус, который, кстати, начинает звучать буквально с первых нот. И я вам могу сказать, что вот этот аромат, это то, что точно стоит попробовать, пробную версию я бы рекомендовала заказать, потому что, во-первых, он не банальный, во-вторых, он достаточно интересный для того, чтобы его можно было носить каждый день, он не похож на мятную жвачку, в нем нет никакого йода, никакой химозности, чистое, стильное, натуральное звучание, очень красивое, и в пир, и в мир, и в офис, и вообще куда угодно, он достаточно громкий для того, чтобы носить его вечером, на встречи, достаточно тихий для того, чтобы никому не надоедать в офисе. Следующий аромат, это Аква Универсали Спорте от Францисо Киркуджано, аромат был выпущен в 2011 году. Вот этот аромат уникален тем, что он способен сохранить ощущение свежести, какой-то чистоты на протяжении вообще всего дня, я не могу сказать, что он для меня как-то связан вообще с морем, он скорее именно акватический, и здесь тот самый цитрусовый старт, бергамот и лимон. Я слышу ярко выраженные цитрусовые ноты, но я не могу разложить аромат на ноты, он очень ладный, скроен, хорошо сделан, гладенький, без шероховатостей. Для тех, кому нравятся ароматы чистоты, поклонники вот этой группы ароматов, особенно если вам нравится бланш от Байреда, вот это точно зайдет на мой нос, очень похожая история, немного замыливается аромат, жасмин, роза, белые цветы находятся в средних нотах. Я слышу, как я уже сказала, все вместе. Для меня это похоже чуть-чуть на крем, на какой-то порошок легкий, при этом с цветами, он неудушливый, не надоедающий. Вот, например, я провожу аналогию с The Muse, который для меня это чистый порошок, ничего больше. Здесь все же я слышу цветы, мягкость, немного мыльность, но это очень хорошее, дорогое уходовое средство. Мускус древесные ноты находятся в базе, я до деревяшек ни разу не дошла, если честно. Для меня это все же больше про белые цветы и чистоту, но при этом аромат очень универсальный, носить его можно куда угодно, в любое время года, суток он подойдет. Следующий аромат самый морской, самый океанский из всех океанских от Orte Parisi, называется он Mega Mara, выпущен он в 2019 году. Александра Гуалтери говорит о том, что этот аромат посвящен морю и всему, что с ним связано. И вот бренд Orte Parisi это вообще что-то очень спорное в парфюмерии, там либо люблю, обожаю, что за безумно прекрасные ароматы, либо ненавижу, что за кошмар, уберите, это пахнет животными, в общем, чем угодно, но не парфюмом. Поэтому либо с ним случится любовь-любовь, либо с ним не случится ничего. И вот этот аромат я рекомендую брать пробную версию. Ни в коем случае, ни в коем случае не берите сразу флакон, потому что его нужно поразнашивать и дать ему время. И Александра Гуалтери говорит о том, что это вот аромат про море, и это как раз и про шум волн, и про глубину моря, и про рассветы, и закаты. Но самое важное, он говорит о том, что я не хотел показать, просто сделать какой-то аромат с акватическими аккордами, это неинтересно. Я хотел показать разницу между спокойным морем и штормом, океанским штормом. И я вам могу сказать, что здесь столько колонна, что я слышу шторм и чувствую его просто всем своим нутром, он просто вот даже до дрожи пробирает. Это максимально мощный, наверное, самый диффузный аромат, который я только встречала. Честно говоря, на мой нос, если сказать, вот здесь в верхних нотах бергамот и лимон, ничего подобного я не слышу, слышу только колонн. Но для меня это бакара, усиленная в 10 раз, вот если можно это представить, самый мощный аромат усиленный в 10 раз, вот это будет мегамаре. Я его слышу вот так, просто с расстояния, если бы у меня рука еще могла телескопически выдвигаться, то 100% это было бы еще дальше. То есть я слышу его с блотера при одном пшике буквально на расстоянии дальше, чем вытянута рука. Поэтому это точно аромат. Не для офиса, ни в коем случае вы убьете всех. Ни в коем случае не для замкнутых каких-то маленьких помещений. Это аромат для воздуха, для пространства, для... Я его вижу только в холодную погоду, прохладную, вот такая, которая на Балтийском море, даже летом немного холодно, вот что-то такое. Это аромат для Питера, вот на мой взгляд это однозначно. При этом его ни в коем случае нельзя носить в жару, в прохладную погоду, особенно если есть ветер, он будет великолепен. Для меня мало морского здесь, именно вот что касается водорослей или каких-то камней, я слышу большей частью что-то солено-сладкое, без каких-то там йодистых или протухших моментов. Вот, кстати, если я говорю про бакару, я очень люблю бакару, я ее ношу, могу носить только экстракт, обычно бакара для меня очень медицинская. Вот здесь нет ничего подобного, для меня это как будто бакара-экстракт, здесь есть сладость, здесь есть правильное такое какое-то ощущение деревяшек, теплых, дубовый мох, что-то подобное. Нет ни йода, ни крови, бинтов, ничего подобного. Итак, если вы хотите мощный, стойкий аромат, он супер стойкий, он на одежде будет вечный, я его брызнула на блоттер, он попал на пиджак и просто держался больше чем неделю, он просто заполнял весь гардероб, пах бесконечно, хотя я не собиралась даже брызгать на одежду, представляете, да, что если наносить его как-то большими дозами, поэтому в умеренных количествах он будет прекрасен, это будет самый морской, самый красивый, соленый, сладкий аромат. Если не перебарщивать, носить его можно, как я уже сказала, для любых каких-то прогулок, для классного настроения, для того, чтобы усилить свое грозовое настроение, он прекрасен. Следующий аромат это от Provence 89 от Parle Mois de Parfum. Аромат выпущен в 2020 году, это относительная новинка, парфюмером стал Мишель Альмарак, аромат относится к группе фужерные водяные. И вот этот аромат это полная противоположность предыдущему, здесь все очень мягко, сладко, вкусно, ненавязчиво, очень легкий аромат. Мы уже делали обзор на бренд Parle Mois de Parfum и Мишель Альмарак очень часто говорит о том, что буквально 3-4 аккорда он обозначает, этот аромат не стал исключением, здесь лаванда, дыня, арбуз и нарцисс. Качество ароматов великолепное, я когда делала обзор, я познакомилась ближе с линейкой ароматов, с портфелем бренда. Мне понравился практически каждый, Voodoo Perfect, естественно, это вообще великолепно. Есть еще Milky Mask 39, но я сейчас причисляю мои любимые, мои фавориты, обожаю все ароматы. Вот этот, несмотря на то, что он достаточно легкий, сладкий, фруктовый, он совсем не про фруктовую водичку, что-то детское, достаточно взрослый, хороший, теплый, приятный аромат. Он относится ко всему, что можно сказать теплое, как будто это теплый солнечный летний день. И вот, кстати, про дыню и арбуз. Это достаточно редкие ноты в парфюмерии, потому что дыню и арбуз сделать в парфюме хорошо, чтобы это было не как-то химозно, не слишком кричаще, невкусно, непонятно. Сделать это очень сложно. Вот этот аромат стал исключением. Я слышу здесь и дыню и арбуз, но всего понемногу. И лаванду, кстати, которая заявлена как одна из ярких нот, я тоже слышу совсем немного. Для меня, на мой нос, это скорее нарцисс, очень теплый, красивый, совсем не холодный, который немного запудривается и какой-то разнотравий. Когда вы входите в поле, все-таки мы говорим о Провансе, когда вы ходите в поле, и вот разнотравий, и фрукты, и цветы, и какие-то травы, причем я бы сказала, что вот это поле как раз в августе, когда слышны все уже оттенки, все ноты, уже все созрело. Это вкусный, очень красивый аромат, про какой-то легкий солнечный день, про хорошее настроение. Вот этот аромат можно носить куда угодно. Он сидит достаточно близко к коже, при этом шлейф будет очень, ну, только для вас в основном. Возможно, если использовать его как дымку для волос, это будет что-то очень мягкое и нежное. Стойкость будет выше 6 часов, но она тоже больше для вас, для того, чтобы вдыхать аромат, как-то поднимать на себе настроение. Носить в офис очень запросто, но при этом, если носить чуть больше, он будет прекрасен и для встреч. Следующий аромат от Монталь, Анбран де Суэра, выпущен он в 2009 году, относится к группе Фужерные водяные. Название аромата переводится как Брызги Эсуэре. Эсуэра – это красивый портовый город в Марокко, который находится на Атлантическом побережье, и говорят о том, что там постоянно высокие волны и легкий ветерок. Всего 4 аккорда здесь указаны. Это морские ноты, пряности, сандал и мускус. Я, например, слышу здесь все и сразу, но для меня это все же аромат про море. Я слышу здесь пряности, здесь указаны пряности в общем смысле. Я слышу кардамон или что-то похожее на него, очень сладкое, фруктовое. Но есть интересный момент – сандал. Очень часто сандал в парфюме, если вы думаете, что вы знаете сандал, удостоверьтесь в этом, потому что очень часто сандал в парфюме вместо деревяшек выдает соленые огурцы. Конкретный, очень свежий, очень яркий рассол. Для меня, например, сандал 33 от L'Elobo – это стопроцентный пряный рассол. Но, тем не менее, он прекрасен, я обожаю этот аромат, могу его носить осенью бесконечно. Вот для меня это аромат на каждый день. Но кого-то огурцы бесят, кто-то не может их носить, говорит о том, что вообще, что это за ужас и за рассол. Поэтому вот этот аромат пробуйте. Его однозначно нужно пробовать, потому что на разной коже это могут быть оттенки сандал абсолютно разные. От того, что слышу я, для меня здесь, например, никаких огурцов. Это теплые деревяшки, нагретые солнцем, со смолами. Здесь есть море, соль и что-то сладкое. Для кого-то это будет огуречный рассол. Поэтому однозначно стоит пробовать. Я бы не сказала, что это офисный вариант. Просто не вижу его в офисе. Не потому, что он слишком стойкий или слишком шлейфовый, а просто потому, что, ну, мне кажется, что он не сочетается по тематике с офисным. Но он все же больше для прогулок, для отпуска, для хорошего настроения. Стойкость выше 6 часов, шлейф средний. На сегодня это все. Мы с вами поговорили про женские нишевые акватические ароматы. Мы с вами встретимся в следующем выпуске. Это будут мужские нишевые акватические ароматы. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Нам будет очень интересно почитать. До новых встреч!